Болельщики призывают руководство столичного футбольного клуба нанести надписи, надпись «Героям слава» на футболке игроков. Ну, сделав это к ответному матчу против Гингама. Мол, в матче Лиги Европы ребята играли в белых футболках, был на них только динамовский ромб, насколько я понимаю, и вот сейчас предлагают вам нанести еще и эту надпись, проявить патриотизм. Насколько это вообще возможно? Что вы ответите болельщикам? Просто мы не ждали, пока вы сделаете это в соцсетях, вот у вас в эфире есть возможность это сделать. С руководством вы, естественно, это сделали бы. Мы уважаем мнение наших болельщиков, мы обязаны к ним прислушиваться, но, к сожалению, без разрешения УИФА мы этого сделать не можем. Есть определенные нормы, точно так же, как мы сняли, вы знаете, недавно нашего генерального спонсора с майки, и нанести что-либо на майку в официальных соревнованиях под эгидой УИФА мы без их разрешения не имеем права. Мы можем выйти на матч в разминочной форме, нанеся такие слова, как просят нас болельщики, но официально выйти на игру с этими словами героям слава, мы, к сожалению, не можем. Я просто знаю, что многие фанаты «Динамо» были очень активными участниками Майдана, а вот сейчас, через год после этих событий, что вы думаете о том, что случилось в нашей стране год назад? Ну, в нашей стране произошла ситуация, при которой люди считали, что надо что-то поменять. Поменяли, и я думаю, что если бы узнали бы, что будет вот такой эффект, думаю, что все-таки надо было бы дождаться, мое мнение, дождаться выборов. Дождаться выборов, которые были намечены, я говорю свое мнение, на октябрь месяц. Мы не хотели ждать, не хотели ждать, поменяли ситуацию в стране, и тысячи погибших. Ну, знаете, может быть, и не могли больше ждать. Вот сейчас огромное, до сих пор огромный вот такой социальный запрос на перемены. Хорошо, давайте дальше чуть более. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что, что может быть ценнее человеческой жизни? Ничего, по-моему. Наверное, это то, о чем мы думаем все вот сегодня, когда эти столбы света бьют в небо, вспоминаю тех, кто погиб. Оружие сложить и сесть за стол переговоров, это мое мнение. Скажите, ну, каковы наши действия дальше? Наши действия выходить на футбольное поле. У меня огромная просьба к болельщикам, чтобы они поддержали команду. Мы играли девятером, мужественно стражались во втором тайме. У меня единственная просьба к нашим болельщикам, преданным болельщикам, которые любят команду, чтобы они пришли на стадион и стали тем 12-м игроком, который так необходим нашей команде. И если это произойдет, я уверяю вас, в четверг будет все в порядке. Команда настроена, команда ждет этого матча с нетерпением, потому что я считаю, что та обида, которая была нанесена именно судейской бригаде и команде, она не заслужена. Команда месяц готовилась, они не видели своих жен, не видели своих семей. И то, что произошло, я после матча сказал, что это был беспредел, но это были, может быть, слова эмоций. Знаете, как после матча бывают эмоции? Я могу сказать, сегодня с полной ответственностью, это был полный беспредел. Почему? Потому что что предшествовало удалению Ермоленко? Многие эксперты говорят, что Ермоленко удалили справедливо. Может быть, если идет матч и игрок делает такой подкарт, то его могут удалить, могут показать желтую карточку. Но что предшествовало? Предшествовало, что его товарищ в нескольких метрах от него лежал окровавленный на футбольном поле. И это видел боковой арбитр. А вы знаете, сегодня Лигу Европы судят пять арбитров. И это все видели, и ни боковой судья не дал отмашку, ни судья, который находился в центре поля. Он мог просто остановить матч, как это делается, оказать медицинскую помощь и матч продолжить. О противнике я не говорю, противник был заряжен своими болельщиками, которые стремились любыми путями сравнять счет. Но Ермоленко, видя эту ситуацию, что необходимо помощь Сидорчуку, решил пойти на такой поступок. Мне даже его не в чем корить. Хотя это не уличный футбол, это профессиональный футбол. Но мне не за что корить мою команду, которая играла достойно, стражалась весь тайм девятером. И я надеюсь, что ребята понимают, и я их после игры подошел, всех обнял, поддержал и сказал. В Киеве будет 12-й игрок, и мы 11 на 11, плюс наш 12-й игрок, постараемся одарить гигам. Огромная поддержка у вас будет, более чем уверен, всех нас.